95% людей, живущих на нашей планете, страдают от тех или иных недугов. Сегодня в медицинской литературе их описано примерно 7 тысяч. Каждый год учёные разрабатывают всё новые и новые лекарства. Но так и не могут ответить на главный вопрос. Почему одним они помогают, а другим нет? Почему для одних диагноз становится поводом начать вести здоровый образ жизни, а для других – смертельным приговором? На этот вопрос не могут ответить учёные, но попытались ответить астрологи. Они пришли к выводу, что каждому человеку необходим индивидуальный подход. Учитывать при лечении нужно всё, даже положение планет. Сегодня этим занимается целая наука – медицинская астрология. Элья, 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 Элья. Вот с такого песнопения начинает свои лекции специалист по медицинской астрологии Мануэль Руфино. Он передаёт свои знания о влиянии планет на здоровье человека на своих семинарах в США и Европе. А для тех, кто не может их посетить, выкладывает в интернет видео-версию. Изучение планет – это целая наука. Ведь они влияют на нас. Марс, Сатурн и другие планеты являются спусковым механизмом происходящих событий. Сегодня медицинская астрология переживает настоящий бум. Посмотрите, это целый интернет-канал, посвящённый этому модному тренду. Ежедневно этот канал смотрят тысячи зрителей по всему миру. В этом выпуске ведущий подробно рассказывает о планете Сатурн. За какие органы отвечает Сатурн? Главным образом – за кости, зубы, тазобедренный сустав и хронические заболевания. Почему хронические? Потому что Сатурн – это планета, которая двигается очень медленно. Соответственно, когда у вас начинается заболевание Сатурна, как, например, артрит, он протекает очень медленно. Специалисты по медицинской астрологии утверждают – это не мистика и не шарлатанство. Взяв астрологию на вооружение, усовершенствовать свои методы лечения может даже обычный терапевт. Для начала ему необходимо начать учитывать психологические особенности пациента. Например, овнам не стоит назначать дневной приём аспирина, после которого весь день придётся провести в постели. Они слишком непоседливы и всё равно не смогут лежать без дела. Для мнительных раков врачу стоит припасти убедительные аргументы того, что выбранная схема лечения – самая верная. Если говорить о знаках водных, о раке, это рак, скорпион и рыбы, то они более спокойные, более флегматичные. И Луна в раке, Плутон или Марс, так называемый сокрытым виде, скрытая энергия скорпиона, и Нептун в рыбах, и Юпитер в рыбах, делают их, вот эти знаки, в первую очередь, более интуитивными, более осторожными, более креативными, но в своём собственном интровертном мире. Близнецам необходимо уделять большое внимание профилактике заболеваний. У весов недуги чаще всего указывают на то, что в их жизни нарушена гармония. Им достаточно осознать, в какой области они неправильно себя ведут, чтобы болезнь прошла. Рыб лучше лечить гомеопатическими средствами. Хотя если представитель этого знака будет жить на берегу моря, заниматься поэзией, музыкой, то болезни отступят и без лекарств. У водолеев главным источником всех заболеваний является стресс. Медицинскую помощь тельцам предлагать вообще не нужно до тех пор, пока они сами её не попросят. В противном случае они будут упираться и отказываться от приёма лекарств. Если человек родился весной, к примеру, там, 1 апреля, он получил какие-то потоки из космоса, от Солнца, от звёзд, которые как-то будут влиять и влияют на его организм. По-другому, нежели там, чем человек, родившийся там 1 октября. Человек, родившийся там в северном полушарии, на него будет по-другому воздействовать то же самое. То есть на характер, на модель поведения, это действительно космос влияет. Львов звёзды сделали гордыми, а потому лечиться они не любят. Считают это унизительным. Однако никогда не откажутся от красивого проявления заботы и любви в отношении своей персоны. Среди дев много тех, кто обладает развитой интуицией и сам чувствует, как необходимо лечить людей. К скорпионам врачам следует проявлять особое внимание, потому что их болезни обычно протекают нетипично. А вот для стрельцов важен авторитет врача. Значит, перед ними важно выглядеть солидно. Подобный подход в медицине на первый взгляд выглядит новаторским. Однако мало кто знает, что в древности астрология была обязательной дисциплиной для студентов-медиков. Удивительно, но в школе Гиппократа при диагностике и лечении было необходимо учитывать не только гороскоп пациента, основанный на дне его рождения, но и текущее на момент лечения положение планет. Более того, в трактате тибетской медицины «Анцар Гадон» целая глава полностью посвящена описанию 12 знаков зодиака и их связи с различными органами человеческого тела. Древние медики вообще рассматривали организм человека как систему, подверженную влиянию энергии космоса. Это может показаться невероятным, но чем больше современные ученые изучают медицинскую астрологию, тем больше приходят к выводу, что у нее есть реальное научное обоснование. Думаю, что классическая наука сегодня не на все вопросы может дать научные ответы и научные обоснования. Я думаю, это в будущем поймут, что существуют вот такие поля и энергии, информационные поля. Вспомните, как было с кибернетикой, которую все отвергали и которая сегодня живет и здравствует. Так и с этим направлением будет, так сказать, то же самое. Это спутник Земли Луна. В астрологии Луна приравнивается по силе воздействия к Солнцу и отвечает за внутренний мир человека и его генетику. А еще Луна отвечает за желудок, пищеварение и все жидкости в организме. Научно доказано, что силой своего притяжения Луна воздействует на океаны, вызывая приливы и отливы, которые, в свою очередь, оказывают непосредственное влияние на тело человека, прежде всего на распределение крови в тканях и органах. Взаимоотношение человека и Луны сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как известно, на 80% мы состоим из воды, и как ее приливы и отливы зависим от фаз Луны. Многие считают, что Луна и в самом деле влияет на их организм. Например, при полной Луне некоторые становятся более агрессивными. Знаменитый боксер Мохаммед Али откровенно признавался, что предпочитает драться в полнолуние, поскольку в эти дни он звереет и способен противника стереть в порошок. В 2010 году группа психиатров из Флориды решила проверить воздействие Луны на людей и начала изучать криминальную статистику штата за последние 15 лет. Результаты исследования оказались просто ошеломляющими. Оказалось, что убийств, ограблений, автоугонов в полнолуние значительно больше, чем в обычные дни. Но и это еще не все. Сегодня ученые пришли к выводу, что Солнце тоже оказывает влияние на человека. Впервые о том, что планета Земля получает от звезды не только тепло и свет, заявил советский ученый Александр Чижевский. Еще в 1915 году он заметил, рентгеновское излучение Солнца, так называемые солнечные вспышки, часто совпадают с социальными потрясениями. Ученый проанализировал состояние небесного светила в 1904 году. Оказалось, что это был год максимальной активности Солнца, а ведь именно в этом году началась русско-японская война. Чижевский Александр Леонидович, наш соотечественник, который как раз занимался тем, что пытался эти события сравнивать, и, по сути, первый начал говорить открыто, что он обнаруживает связь между этими событиями. Солнце излучает некое неизвестное нам, скажем, икс-излучение, которое таинственным образом, неизвестным науке, влияет на все окружающее нас. Через 60 лет трудами Чижевского заинтересовались работники Института морфологии РАН. Они провели исследование о влиянии солнечных вспышек на человека. Результаты показали количество самоубийств, и автокатастроф резко увеличивается именно в те дни, когда над Солнцем происходят вспышки. Результаты этих исследований еще раз подтвердили теорию профессора Чижевского. Удивительно! Современная наука уже признает воздействие Солнца на политические процессы, жизнь и здоровье людей. Но при этом пока упорно отрицает то, что и другие планеты могут влиять на процессы, происходящие на Земле. При этом ученые, например, не могут объяснить, почему, когда Юпитер, Марс и Сатурн оказываются на одной прямой линии, на Земле возникают усиленные радиопомехи на коротких волнах. Или почему, например, каждый раз, когда скорость Меркурия составляет 0 градусов 59 минут, индекс деловой активности Доу-Джонс делает резкое колебание. Несмотря на то, что наука пока не признает влияние космоса на поведение людей, исследования говорят об обратном. Недавние эксперименты, например, показали, что среди сильной половины человечества первое место по долгожительству занимают тельцы – 81 год. Второе место принадлежит овнам – 79 лет. Следующие идут близнецы – 78 лет. У женщин картина другая. Они живут дольше мужчин. Близнецы при спокойной жизни могут прожить до 85 лет. Козероги и девы проживут до 90. Имя человека, даты месяц, год рождения, час рождения уже говорят о том, какой у человека потенциал, что у него, какая предрасположенность есть, с каким заболеванием. И поэтому в каждый год, в каждый месяц, в каждом дне есть определенная ситуация, которая может спровоцировать какое-то заболевание. Это значит, что составление гороскопов – не просто развлекательная рубрика в бульварных журналах, а знания, которые могут помочь человечеству. Самые великие пять астрономов – это Коперник раньше всех, а потом Кеплер, Тидбракс, Галилей и Ньютон. Эти последние четыре все в 17 веке творили до 1785 года. Все пять были астрологами на службе у господ, которые к ним обращались. Правда, зачастую представители одинаковых знаков кардинально отличаются друг от друга. И гороскопы, составленные для людей одного и того же знака, у кого-то сбываются в точности, а у кого-то нет. Почему так происходит? Профессиональные астрологи уверяют, так происходит потому, что большинство гороскопов очень обобщенные. Чтобы составить точный прогноз для представителей какого-то знака, нужно знать не только дату рождения человека, но и точное время и место рождения. Такой гороскоп еще называют натальной картой. Это своеобразная карта звездного неба в момент рождения человека. Натальная карта – это моментальная фотография того энергетического пространства, которое окружало человека в данном месте и в данное время. То есть, точно так же, как когда мы открываем затвор фотоаппарата, врываются внутрь через объектив, лучи засвечивают в фотопленку, точно так же наша абсолютно чистая нейтральная аура, когда мы появляемся сюда, она приобретает некий моментальный энергетический снимок тех вибраций, тех полей природы, которые окружают в данный момент. Гороскоп каждого человека поистине уникален. Человек с похожим гороскопом, как у вас, может появиться на Земле только через 4 миллиона 320 тысяч лет. И даже тогда, конечно, гороскоп не будет абсолютно идентичен. Нет ни одного гороскопа, который, так сказать, повторялся бы. То есть, можно сделать миллион гороскопов, и все будут иметь свои собственные какие-то отличия. Космические тела действительно влияют на человека, но это абсолютно физический процесс. Здесь нет никакой мистики или шарлатанства. По мнению астрологов, в момент рождения человека одно из небесных тел воздействует на него сильнее остальных. Именно оно и определяет индивидуальность человека. Солнце доминирует над львами. Оно дает им энергию, силу воли, любовь к себе и умение вызывать авторитет у окружающих. Луна оказывает влияние на нервную систему. Именно поэтому раки, которыми она управляет, такие чувствительные и эмоциональные. У них развита память, интуиция и женское начало. Они легко находят общий язык с другими людьми. Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы, поэтому он символизирует молодость. Девы и близнецы, которым Меркурий покровительствует, обычно наделены живостью, ловкостью, способностью к обучению. Они очень хитры, мобильны. Они все понимают, но не в плане интеллектуальном, а в плане хитрости. У них призвание к торговле, к изобретениям, к поискам новых путей и познанию неизведанного. Тельцы и весы подчиняются Венере. Эта планета несет энергию чувственной любви, привязанности, красоты и удовольствия. Для людей, которым она покровительствует, очень важна эстетическая и чувственная сторона жизни. Они артистичны и обладают внутренним ощущением гармонии. Если Венера – это скорее женская планета, то Марс, наоборот, мужская. Марс – символ мужественности, активности, чистолюбия и инициативы. Овны и скорпионы, которыми управляет эта планета, наделены лидерскими качествами. На скорпиона дополнительное влияние оказывает еще и Плутон, от которого этому знаку досталась властность и фанатизм. Юпитер управляет стрельцом и рыбами. Он наделяет их стремлением к обладанию и расширению, высокими моральными принципами и великодушием. Юпитер – планета возможностей и новых горизонтов. Юпитер символизирует умение воспринимать информацию и мудрость, которая поступает к нам из Вселенной. В первую очередь это отражается на умении таких людей слушать, причем не просто звуки, а улавливает ту информацию, которую до нас пытаются донести. Под властью Сатурна – козероги. Они упорны, серьезны и молчаливы. Люди, которые не смогут наслаждаться материальными влагами, не пойдут в поисках секса или еды. Они более нацелены на изолированность от мира, но они либо блестящие философы, либо ученые. Водолеями управляет Уран. Это планета бунтарей, свободолюбивых людей, способных генерировать новые идеи. Они любят независимость, обладают переменчивым настроением и вспыльчивым темпераментом. Таким образом, если подробно изучить положение планет на момент рождения человека, можно довольно точно составить портрет человека. Зная свои сильные и слабые стороны, он будет способен грамотно их использовать. Я уверен, что космос воздействует на людей особым образом, с помощью волн и полей пока неизвестных науки. На нас влияют все планеты. Другой вопрос, что на Овнов сильнее влияет Марс, на Тельца – Венера. Например, Марс дает агрессию Овнам, и поэтому те очень часто идут служить в полицию. Однако сегодня многие ученые спорят, влияние каких небесных тел учитывать при составлении гороскопов, а каких нет. Уже почти полвека дискуссии кипят вокруг планеты Херон. Она вращается между Сатурном и Юпитером. Впервые она была открыта в 1977 году астрономом Чарльзом Ковалем. Тогда группа американских ученых-астрономов опубликовала сенсационное заявление. Они сообщили, что из-за изменения орбиты движения Земли первоначальное положение небесных тел нарушилось, и зодиакальный круг расширился еще на один знак – знак Змееносца, который теперь находится между Скорпионом и Стрельцом. Он был раньше, но он не оказывал такое серьезное, существенное влияние на нашу повседневность. С каждым годом она усиливается. Скоро станет невозможным не заметить 13-й знак. Это плохой знак. Он предвестник катастрофы. Учитывать, Змееносца при составлении гороскопа или нет, астрологи пока так и не решили. А вот по поводу Плутона астрологи почти единогласны. С тех пор, как в 1930 году была открыта девятая планета Солнечной системы Плутон, некоторые ученые выдвинули предположение о существовании еще и десятой планеты. Поиски продолжались более 70 лет. И в ноябре 2003 года увенчались успехом. 21 октября 2003 года ученые из Калифорнийского технологического института стали авторами одной из астрономических сенсаций 21 века. В 97 астрономических единицах от Солнца они обнаружили десятую планету Солнечной системы. Новую планету назвали Эрида в честь греческой богини. Согласно мифологии, Эрида вызвала ссору богов, подкинув им яблоко раздора. Открытие Эриды стало одной из астрономических сенсаций последнего времени. На сегодняшний день она является самым большим объектом, обнаруженным в Солнечной системе, начиная с открытия Нептуна в 1846 году. По размеру Эрида на 27% массивнее Плутона. Планета во многом уникальна. Ее орбита сильно вытянутая. Максимальное расстояние до Солнца составляет более 14 миллиардов километров. Минимально 5 миллиардов. Период обращения вокруг Солнца 557 лет. Эта карликовая планета интересна тем, что отражает 96% падающего на нее света. То есть она ярче, чем свежевыпавший снег на Земле. Есть предположение, что наша Солнечная система не так выглядит, как нам ее преподносит современная астрофизика. То есть она изучена, может, на 2-3%. Но самое удивительное, что с открытием Ириды стало ясно. Возможно, в Солнечной системе не 10, а целых 15 планет. Вскоре после Ириды ученые обнаружили еще несколько карликовых планет. Правда, большинство ученых вновь открытые карликовые планеты все же относят к внешней части Солнечной системы. А в 2006 году к тому же решили и Плутон исключить из списка планет. Якобы слишком маленькие, чтобы считаться планетой. Выходит, теперь не 9, а 8 планет в Солнечной системе. Ну, Плутон-то понизили в звании. Решили, по-моему, года 3 назад, астрономы решили, что все-таки нельзя его называть планетой. Пусть это будет астероид. Вот взяли и понизили статус Плутона. Пусть называют астероидом. Это не важно. Главное то, что действительно, чем дальше человек... А открытие космических объектов происходит каждый день. Мало того, что, так сказать, открываются планеты в других звездных системах. Поэтому открытие будет. Поэтому будут корректировать свою деятельность и астрологи, безусловно. Некоторые исследователи считают, что вновь открытые планеты внесут коррективы в составление гороскопов. Сейчас звездные прорицатели осваивают новое направление. Астрология глубокого космоса. Когда в расчет берут не только звезды и планеты, но даже целые галактики и черные дыры. Возможно, это поможет астрологам вычислить истинное будущее человечества. Кстати, впервые его начали предсказывать задолго до того, как человечество узнало о существовании черных дыр и других галактик. На этих кадрах один из древнейших зодиакальных кругов, сохранившийся до наших дней. Ему более двух с половиной тысяч лет. Это фрагмент росписи храма около египетского города Дендера. Древний храм посвящался египетской богине Хадхор, богине любви, судьбы и материнства. Помимо традиционных сцен из жизни богов, храмовые росписи содержат и астрологические рисунки, уникальный зодиак и солнечный диск. Астрологи из разных стран мира специально приезжают сюда, чтобы взглянуть на древнейшее изображение зодиакального круга. Многие забыли о происхождении астрологии. Первое упоминание о ней есть за 2800 лет до Рождества Христова. В Месопотамии король Аркадий V или IV. Он приказал записать первые астрологические правила на табличках. Это первое доказательство существования астрологии 5000 лет тому назад. Секретами астрологии владели не только древние египтяне, но и другие народы. Например, ассирийцы, которые делали первые предсказания по звездам уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Это подтверждает и археологические раскопки. Так, в 1847 году на территории Ирака ученые обнаружили знаменитую ненавийскую дворцовую библиотеку царя Ашурба-Напала. Один из клинописных текстов в библиотеке называется «Энума-ану-эн-лиль» и полностью посвящен астрологии. В нем содержится более 7000 астрологических предзнаменований. Вы только вдумайтесь, эти прогнозы звездочеты строили на основе наблюдений звездного неба в течение тысячи лет. А этот старинный мозаичный пол с изображением знаков зодиака датируется VI веком нашей эры. Он находится в Израиле, в старинной синагоге византийской эпохи под названием Бейт-Альфа. Присмотритесь, мозаичный пол хорошо сохранился. Но самое удивительное, помимо традиционных религиозных элементов, часть мозаики содержит изображение Солнца, едущего на колеснице из звезд в окружении созвездий и знаков зодиака. Вот оно. Взгляните. Зодиак содержит имена 12 знаков на иврите. В центре Гелиус – бог Солнца, едущий на своей колеснице с четырьмя скакунами. Четыре женщины в углах мозаики представляют четыре времени года. А это уже Венеция – площадь собора Святого Марка. Здесь находится одно из любимых мест туристов. Вот такая часовая башня XV века. Она необычна тем, что на ней изображено 12 знаков зодиака. Уже 600 лет часы показывают не только местное время, но и движение Солнца и Луны. То есть, скажем, в древнем Египте 5000 лет назад уже вовсю, 6000 лет назад даже сохранились артефакты, когда понятно, что люди предсказывали по звездам. Солнце, Луна, планеты, звезды. В общем, уже все это вовсю. И у египтян, и у шумер. Ну, понятно, и в Израиле, и в Риме в древнем, и в греки. В общем, все древние народы. Ну, не найти. Я когда-то пытался, так сказать, ну вот проверить, все ли народы древности верили в астрологию, изучали астрономию. Практически все. Даже нет, наверное, племени, неважно, в Африке, в Сибири или в Америке, где бы не изучали в древности и положение звезд и планет, и как они влияют на человека, на природу. То есть это общепланетарное явление для всех народов, для всех племен было. Астрологией занимались не только древние звездочеты, но и известные ученые средних веков. Например, итальянский ученый 16 века Джералама Кардано. Инженер, математик и изобретатель карданного вала. Или известный средневековый врач Филипп Ауриол Теофраст Мамбаст фон Гогенхайм, он же Парацельс. Сторонниками научной астрологии в средние века были и многие философы. Среди них родоначальник английского философского материализма Фрэнсис Бэкон и нидерландский философ-материалист Бенедикт Спиноза. Они считались искусными астрологами и много работали с гороскопами. Они изучали влияние планет Меркурия и Юпитера в области коммерческой деятельности. Это может показаться невероятным, но сегодня многие успешные бизнесмены и руководители тоже составляют себе персональные гороскопы. Они не только помогают им грамотно использовать в работе свои сильные стороны и находить общий язык с подчиненными, но и выявлять наиболее благоприятные дни для командировок и совершения сделок. Есть много астрологических работ, которые разбирают гороскопы людей. И по этим гороскопам, исследуя влияние планет, в определенные циклы можно и объяснить, почему с человеком, допустим, бывают у человека взлеты какие-то с лавой, и через какой-то период времени у него бывают страшные трагедии. Посмотрите, это Доли Мэндкетт. Она специалист по составлению профессиональных гороскопов. Каждый месяц она выкладывает на своем интернет-канале прогноз деловой активности для каждого знака зодиака. Вот так он выглядит. Этот месяц обещает большие перспективы. Да, могут быть какие-то сбои. Но в общем и целом они не окажут существенного влияния. Кроме того, деловыми гороскопами интересуются не только те, кто уже обзавелся профессией, но и те, кто еще только выбирает свой жизненный путь. Анализируя влияние планет на человека, можно определить, в какой сфере он добьется успеха. Огромную популярность этот подход получил сегодня в Индии. Здесь, на местном телеканале Индия ТВ, сегодня идет целая программа, каждый выпуск которой посвящен определенному знаку. Ко мне приходит очень много 20-летних молодых людей. Они говорят, я не хочу делать то, я не хочу делать это. А вот это моя страсть. Я им отвечаю, прислушайтесь вселенской мудрости, получите консультацию профессионала, потому что когда вам будет 35, будет поздно думать, чем вы собираетесь заниматься. Астрологи утверждают, чтобы составить точный прогноз для представителя какого-то знака, нужно знать не только дату рождения человека, но и точное время и место его рождения. Более того, зная точный гороскоп, можно даже изменить его судьбу. Для этого недостаточно перепрограммировать вселенскую матрицу. И это можно сделать раз в год. У человека есть ровно 24 минуты, когда его планеты и созвездия пересекаются, точно так же, как при рождении. Подобно тому, как у нас после 4-9 на спидометре появляется 4-0, каждый год, проходя через эту точку, включается возможность перезагрузки. И вот там, вот эти первые 24 минуты дают человеку возможность запустить ту программу, ту энергетику, которая ему будет более комфортна. То есть, как бы мы переодеваемся каждый год. И вот только тогда ты можешь включить возможность на ближайший год выстроить себе поле событий. Например, встретить там своего суженного, ряженого, родить ребенка. Это тоже очень важный момент, потому что получается... Тело получает команду, например, на репродукцию. Или тело получает команду на, так сказать, бизнес. Или на какие-то новые, так сказать, творческие дела. Кстати, по звездам можно вычислить и перепрограммировать не только судьбу одного человека, но и целой цивилизации. Мы сотрясаем воздух, говоря о том, что вот на восточном побережье Атлантического океана будет там цунами, которое там... Ну и оно снесло там пол Нью-Йорка или кого-то еще. Вот вам прогноз. А кто решение примет, как поступить с этим? Кто примет решение сломать расписание действующих авиаций, самолетов, пассажирских, да, для того, чтобы не было аварии? Или задержать поезд там на какое-то время? Никто это делать не будет. Понимаете? Поэтому руководители, которые ждут каких-то прогнозов, они должны понимать, что как только он к нему ложится на стол, он за него несет ответственность. А если он уже знает об этом и не принял мер, ну тогда это на его судьбе, на его, так сказать, это отказывается. Как-то отыграется все-таки. Понимаете, что он не спас, не сделал, не задержал. Первыми делать астрологические предсказания о судьбе нашей планеты стали еще ученые древности. В 1994 году в мире астрологии случилась настоящая сенсация. На ярмарке редких книг Итальянской национальной библиотеки журналистка Энза Масса обнаружила просто невероятную находку. Потерянную книгу знаменитого астролога и предсказателя Мишеля Нострадамуса. Но самое удивительное, найденная рукопись сильно отличалась от всех известных предсказаний астролога. Свои прогнозы о будущем Нострадамус зашифровывал в рифмованных четверостишьях, катренах. А найденная книга, в отличие от большинства предыдущих работ, содержала не тексты, а рисунки. 72 акварельных картинки. И вот эти акварельные рисунки Нострадамуса, возможно, они тоже отражают цепь каких-то событий последовательно. Я не думаю, что он просто так. Вот человек, который занимался определенной тематикой, связанной с угрозой гибели человечества, я думаю, этот цикл рисунков наверняка как бы одну картину общую сопоставлял. Но удивительно даже не это. Спустя несколько лет долгих исследований выяснилось одно странное обстоятельство. Книга акварелей, подписанная Нострадамусом, попала в римскую библиотеку еще в 1888 году. Но почему-то на сто с лишним лет затерялась в библиотечных фондах. Многие эксперты уверены, это не простая случайность. Скорее всего, кто-то просто пытался спрятать акварели Нострадамуса, чтобы их никто не видел. А все потому, что в книге изображены предсказания апокалипсиса. Тот же библиотекарь, который мог знать об этой книге, он мог докладывать на самый верх руководителям своим, а те могли сказать, молчать. И я знаю точно, что во многих архивах разных стран, во многих библиотеках еще хранятся в строжайшем секрете многие древние работы, которые вот именно связаны с глобальной проблемой выживания человечества. Сразу после того, как книгу нашли и отреставрировали, к ее изучению приступил один из самых известных аналитиков итальянской полиции, Оттавио Черзаре Рамотти. В течение четырех лет он изучал акварели Нострадамуса и в 1998 году заявил, что разработал ключ для расшифровки загадочных рисунков. Если аналитик Рамотти не ошибся, и его ключ к шифру действительно правильный, получается, что акварели Нострадамуса рассказывают о событиях 20-го и 21-го веков. Например, на этом рисунке видно, как нога человека попирает римскую колонну, прокладывая путь змеи. По версии Рамотти, это не что иное, как нацистский блицкрик. А вот эта картинка, на которой изображено, как дракон нападает на папу римского, означает покушение на папу Иоанна Павла II, произошедшее 13 мая 1981 года в Риме. Там один из, значит, мусульманских фанатиков дважды выстрелил в Иоанна Павла II и ранил его. Его спасли, его вылечили, и он, так сказать, даже, так сказать, простил этого своего убийцу, который отсидел, так сказать, лет 10, наверное. Но неужели Нострадамус мог предвидеть события за 400 лет до того, как они произойдут? Как такое возможно? Исследователи пророчеств Нострадамуса утверждают, что все его предсказания основаны на законах движения звезд. Как работает астрология и как работают планетарные циклы? Дело в том, что Солнце, оно движется в пространстве космического эфира и за собой тянет все планеты, которые как бы по спирали Архимеда, подобной мясорубке, создают некое энергетическое пространство. Это некая сфера мысли. И это мысль, которая находится в пространстве надвремени, и если человек поднялся в своем духовном развитии до этого уровня, он может увидеть и прошлые события, и будущие события. Многие исследователи считают, среди акварелей Нострадамуса есть некоторые рисунки, предсказывавшие события, которые произошли в 2012 году. Великий парад планет. Присмотритесь внимательнее. Вот рисунок, которым Нострадамус заканчивает свой цикл акварелей. На этом финальном рисунке изображено колесо фортуны или колесо времени. Все начинается с Солнца. Под Солнцем находится лев. Некоторые астрологи считают, что Солнце в созвездии Льва и напротив Водолея это предсказание великого парада планет. Но почему именно Великий парад планет 2012 года Нострадамус назвал последним для всего человечества? Ведь подобные астрономические явления происходят раз в 20 лет и не являются редкостью. Все дело в том, что одновременно с парадом планет Солнечной системы состоится и другое событие космического масштаба. Прохождение нашей Солнечной системой условной оси, называемой галактической осью или галактическим экватором. Это событие ознаменовывает переход из одной зодиакальной эпохи, эпохи рыб, в эру Водолея. В одном знаке зодиака планета находится примерно 1800 лет. Каждый такой период называется астрологической эпохой. Считается, что знак зодиака, в котором находится планета в данный момент, влияет на судьбу людей в течение почти двух тысяч лет. Полный зодиакальный круг наша планета проходит за 26 тысяч лет. Этот отрезок времени астрологи называют еще Великим Годом. Например, когда 6 тысяч лет назад ось Земли переместилась в знак Тельца, наступил расцвет египетской цивилизации. Затем, в 1800 году до нашей эры, земная ось перенесла нас в эпоху Овна знак решительный, активный. И в самом деле, это была эра завоеваний огромных территорий. Персы, древние греки, римляне возникали и разрушались огромные империи. А вот последние две тысячи лет человечество жило в эпохе рыб. В глобальном космическом смысле. Это, конечно, была эпоха, связанная с тайнами, недомовками. Вы знаете, расцвет культуры, вот эта культура, мировая культура, итальянская культура, это все, что связано с искусством, это рыба, это искусство. Астрологи говорят, мы живем в удивительное время глобального перехода из эпохи рыб в эпоху Водолея. Поскольку речь идет о больших интервалах времени, трудно определить начало новой эпохи с точностью до года. Но некоторые исследователи считают, переход из одной эры в другую случится в 2015 году. Сейчас разрушается все то, что было накоплено в эпоху рыб. Отсюда участившиеся природные и техногенные катастрофы. В каждой эпохе есть лидирующий этнос. В новую эпоху Водолея на это с точки зрения астрологов претендует несколько стран. В астрологии под влиянием Водолея находятся Канада, Швеция, Аргентина и Россия. Многие исследователи считают, что именно наша страна максимально соответствует символу Водолея и способна вывести нашу цивилизацию на качественно новый уровень. Недавно астрологи составили специальный гороскоп для России. В нем они прогнозируют финансовое благополучие и улучшение уровня жизни россиян в два раза. По мнению астрологов, уже через пять лет по качеству жизни Россия перегонит Америку и Европу. Бизнес, экономика будут развиваться. Вполне возможно, на территории вашей страны будет открыто новое огромное месторождение нефти. Это повлияет на экономику страны и жизнь каждого человека. В том, что впереди у России большое будущее подтверждается и на глобальном космическом уровне из астрологического прогноза, составленного для нашей планеты. Согласно мнению одних, мы входим в эру Водолея. По мнению других, вошли 50 лет назад. По мнению третьих, 5 лет назад. И даже астрономы, которые используют точные инструменты, не могут сказать, мы вошли или только будем в эту эру входить. Конечно, сделать астрологический прогноз на все 2000 лет эры Водолея никто не возьмется. Но на ближайшие 150 лет вполне возможно. Астрологи утверждают, уже в 2050 году жизнь землян кардинально изменится. Появится много свободного времени. Большинство людей будут работать удаленно и получат возможность раз в три года брать шестимесячный отпуск. Средняя продолжительность жизни человека увеличится до 140 лет. Это кажется фантастическим. Я впервые это говорю по телевидению. Но очень скоро на рынок поступит лекарство против старения. Уже через 100 лет люди освоят недра океанские глубины. Под водой создадут морские фермы, а под землей вырастут леса и появятся города. Невиданными темпами будет проходить колонизация космоса. Причем ключевую роль в этих открытиях сыграют русские ученые и исследователи. Примерно в 2150 году откроется первый туристический маршрут в ближайшую к нам звездную систему Альфа-Центавра. Уже в ближайшие 70 лет женщины будут руководить космическими сообществами, а мужчины колонизируют 8 планет и найдут на Марсе следы древней жизни. Ученые обещают процветание и безмятежность. А прогнозы российских коллег более пессимистичны. Эпоха Водолея идет давно. В мире началась революция. Вот у нас в Африке сплошные революции, там оранжевые, какие угодно. То есть это все эпоха Водолея и эпоха Реформ. Сломается старый строй, и строится что-то новое, но тем не менее еще не ставшей на ноги. Кроме того, ученые считают, что эпоха Водолея проявит свое разрушительное влияние в районе Ближнего Востока. Какая именно страна может выступить в качестве детонатора и спровоцировать новую мировую катастрофу, специалисты предсказать не решаются. Или боятся. Солнце должно находиться в асценденте с Марсом. Это одно из сильнейших влияний военных действий. Есть еще такая планета Нептуна. Она очень сложна в своем понимании. Если парад планет выстроится таким образом, чтобы Солнце соответствовало Марсу и Нептуну, то вероятность опасности быстрого развития конфликта, приводящего к военному действию, будет неизбежна. Сегодня астрологи все чаще говорят, что не стоит пребывать в эйфории относительно эры Водолея. Ведь вместо индивидуальности, которая свойственна Водолею, в нашем мире развивается псевдоиндивидуальность. Разнообразие в одежде привело к тому, что мужчины и женщины стали одеваться одинаково. Футболки и джинсы. Свобода в любви трансформировалась в свободные отношения. А доступность еды выражается в массовой зависимости от фастфуда. Так что есть все основания предполагать, что эра Водолея, если не закончится катастрофой, то будет протекать отнюдь не безоблачно. Стоит ли верить этим пророчествам и бояться будущего? Официальная наука по-прежнему смотрит с изрядной долей скептицизма на звездные прогнозы. Но жизнь показывает, что тот, кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Кто они такие? Ясновидящие, прорицатели, оракулы. Кто или что наделяет их таинственным даром видеть будущее и предсказывать последствия грядущих событий? На этот вопрос никто сегодня не способен дать хоть какого-то вразумительного ответа. У каждого прорицателя своя загадка и своя судьба. И Эдгар Кейси здесь не исключение. На самом деле, мне кажется, что это не люди из будущего, это люди, принадлежащие своему времени, но люди, научившиеся путешествовать в другом теле, в астрале, как сейчас модно говорить. То, что это относится к Кейси, это абсолютно точно. Что о нем известно и чем он знаменит? Прежде всего то, что Кейси, кроме своих культовых предсказаний грядущих Первой и Второй мировых войн, точно назвал дату и место убийства президента США Джона Кеннеди, предрек великую американскую экономическую депрессию, печально знаменитое землетрясение в Японии 2011 года, образование государства Израиля. Это он указал на то место в морской пучине в районе Бермудского треугольника, где может покоиться легендарная Атлантида. Всего же исследователями было обнаружено более 14 тысяч листов с предсказаниями Эдгара Кейси. И многие из этих предсказаний до сих пор не расшифрованы. А еще люди дали ему необычное прозвище – «Спящий пророк». Это его так назвала пресса. Его еще называют «Кентукский предсказатель», ну, потому что он родился в штате Кентукки. И родился он в 1872 году. И буквально лет в 10 он вдруг, взрослые, обнаружили в нем какую-то странность. Якобы он предсказал, значит, девочка-соседка, которая заболела, и он вдруг уснул и во сне впервые сказал, как надо лечить. Взрослые передали это врачам, и, короче, девочку вылечили. Страницы биографии великого ясновидца очень скудны. Однако среди них есть весьма любопытные подробности. Первый раз свой дар предсказателя Кейси применил на себя. Однажды во время детских игр он получил сильный удар мечом в затылок. Рассудок мальчика помутнел, поведение резко изменилось. Эдгар начал то плакать, то строить гримасы товарищам, то неожиданно истерически хохотать. Один из очевидцев этой сцены потом вспоминал. Кейси запрыгивал в канавы, перебегал улицы с растопыренными в сторону руками. В общем, вел себя категорически странно. Таким он и вернулся домой. Родители были потрясены. С трудом они уложили Эдгара в кровать и собирались уже вызывать доктора, когда мальчик сказал, «Срочно поставьте мне на всю ночь припарку на затылок. Я получил удар мечом по голове. Если не поставите припарку, к утру я полностью сойду с ума. А если поставите, выздоровею». Произнеся эти слова, Эдгар уснул. На всякий случай родители решили последовать его совету. От припарки плохо не станет. На следующее утро Эдгар был полностью здоров. Вот только ничего о том, что произошло накануне, он не помнил. Ещё в школьные годы взрослые обнаружили, что вначале, в первых классах у него была великолепная память, он практически не учил уроки. И вдруг где-то там лет в 14 у него какой-то странный перелом произошёл, что он ничего, перестал вообще что-либо запоминать. То есть какой-то жуткий провал в памяти. Он мог читать учебник, но никогда не мог там ни слова пересказать оттуда. Некоторые следователи, изучавшие феномен Кейси, считают, что дар ясновидца был передан Эдгару по наследству. Его мать слышала голоса, шепчущие ей, как поступить в той или иной ситуации. А дед и вовсе был необычным человеком. Сам Кейси вспоминал о нём так. Чего бы мой дед ни коснулся, всё росло. Это было похоже на волшебство. Более того, все колодцы в округе рыли там, где показывал дед, и всегда находили воду. Он мог двигать столы, стулья и другие предметы, не прикасаясь к ним. Своё самое первое предсказание Эдгар Кейси выразил не словами, а достаточно странным действием. Но было ли это действие осознанным или спонтанным, до сих пор остаётся загадкой. Он был влюблён там в соседку, тоже девочке там 12 лет примерно. И она куда-то должна была с родителями уехать за океан, то ли в Англию, то ли во Францию. И ему так не хотелось, чтобы она уезжала, и он каким-то образом пронив в дом и спрятал чемоданы этой семьи. И пока, значит, шли поиски этих чемоданов, ну, естественно, семья опоздала на пароход. И вот тот пароход, на который опоздала эта семья соседей Кейси, потерпел крушение. То есть вот как бы впервые он спас своим умением предвидеть будущее. Одной из версий появления у Кейси необычных экстрасенсорных способностей высказала мать Эдгара. По её словам, однажды с мальчиком произошло нечто необыкновенное, о чём он мог поведать только ей. Это случилось тогда, когда Кейси, гуляя по лесу, вдруг наткнулся на женщину приятной наружности. И тут подросток обратил внимание, что за спиной у женщины что-то похожее на крылья. Кейси оторопел. Чтобы успокоить испугавшегося Эдгара, странное видение произнесло следующее. «Чего ты хочешь больше всего, то ты и получишь». «Больше всего я хочу лечить людей», – ответил подросток. Удивительное существо никак не отреагировало на пожелания Эдгара и исчезло так же неожиданно, как появилось. После встречи с таинственной незнакомкой внутри сознания Кейси произошло какое-то серьёзное изменение. Собственно, вот это отправная точка его таланта, так называемого. А мало ведь кто знает, что на самом деле Кейси – это чем прославился у себя в Америке. Он начал помогать людям, он начал лечить людей. То есть он начал даже, включая, рецептурные диагнозы давать. Некоторые склонны сравнивать Кейси с Вангой. И Кейси, и Ванга принимали сотни пациентов в день. К ним приходили много известных людей, включая президентов и министров. Ни тот, ни другая не видели своих посетителей. Ванга была слепой, а Кейси предсказывал во сне. Закрывал глаза, крепко засыпал, и в таком состоянии начинал вещать, подробно анализируя причины заболевания и подсказывая, чем лечить. Кстати, проснувшись, Кейси утверждал, что ничего не помнил, что говорил. Слова провидца записывала стенографистка. На приём к ясновидцу стояли огромные очереди. Во время каких-то, так сказать, лечения, хотя он много раз говорил, я не лечу человека, я просто подсказываю. И он всегда требовал, чтобы находился врач профессиональный, вот во время того, когда он общается с больным. Поэтому, скорее всего, это просто одарённый человек. Это хороший аналитик. Не раз дар Кейси пытались использовать для наживы. Ведь Эдгар в бессознательном состоянии мог не только ставить диагнозы, но и узнавать будущее. Ему предлагали предсказывать победу в соревнованиях и на скачках, определять результаты азартных игр за очень большие деньги. Но такая практика не приносила ему ничего, кроме головной боли. Кейси попробовал сделать эти прогнозы, он их делал в этом состоянии. Но они все, как правило, оказывались неудачными. Из чего Кейси сам делает вывод о том, что он призван помогать людям. Понимаете? Вот это очень важный отправной момент. В какой-то определённый час Кейси начинает понимать, что он способен видеть гораздо больше, чем скрытые недуги своих пациентов. Он вдруг начинает ясно представлять грядущие события. Сначала он предсказывает будущее известных ему людей, друзей и родственников. А чуть позже ему начинают являться судьбы целых народов и даже континентов. И открыл Кейси в себе этот дар после одного таинственного инцидента. Как он сам признавался впоследствии, он попал на борт какого-то непонятного космического корабля, в котором его внушили то, что он не совсем обычный человек. То есть его, как он сказал, внедрили в какую-то внутренность другого существа, которое может телепортироваться и в астральном теле переходить в любое место земного шара и космоса и вещать совершенно точно до подробностей о том, что будет и что было. Здесь стоит обратить внимание на один любопытный момент. Тогда человечество еще не знало ракеты космических кораблей. А такое понятие, как неопознанный летающий объект, не мог приходить на ум даже самым изощренным редакторам бульварных газет. Но интересно, что далее Кейси рассказал о своем пребывании в чреве этого космического корабля. Он утверждал, что некие люди подняли его над планетой и показали из космоса ближайшее будущее Земли. Именно тогда Кейси увидел последствия атомного взрыва в Хиросиме и Нагасаке. Он стал свидетелем страшных природных катаклизмов. Хозяева инопланетного корабля показали Кейси, как в результате мощного землетрясения превращаются в прах многие островные государства в Индийском и Тихом океане. А страну восходящего солнца постигает радиоактивная катастрофа. Кейси как будто видел многие стихийные бедствия, которые происходили в конце 20 века и в начале 21-го, происходили на территории земного шара. Извержение вулканов, цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. И наводнение, и взрыв ядерного реактора в Фукусиме в 2011 году. То есть вот вещи, которые нельзя было угадать, которые можно было увидеть, пропутешествовать в другом теле именно в этот год. В 1934 году во время очередного транса Кейси предсказал глобальные перемены в мире. Европа изменится до неузнаваемости. Обе полярные области обнажатся, и произойдет смещение земной оси. Сдвиги в Арктике и Антарктиде приведут к резкой смене климата в тропических зонах планеты. Гренландия скроется под водой. Восточное побережье США будет разрушено. При этом Кейси не уставал повторять, что эти катастрофы призваны уничтожить изрядно нагрешившее человечество. Будут оставлены в живых только те, кто вел праведную жизнь. Именно от них, как некогда от Ноя, и произойдут другие люди. Подобная смена рас, по мнению знаменитого экстрасенса Елены Балавадской, далеко не нова. В этот раз появится уже шестое поколение людей. Но самое удивительное предсказание Кейси было о прошлом, о легендарном континенте Атлантида. Согласно ясновидцу, континент трижды уходил под воду в результате смещения тектонических плит. Окончательная гибель оставшихся островов, по версии ясновидца, произошла около 10 тысяч лет до нашей эры. Кейси помещает Атлантиду, в принципе, в соответствии с указаниями Платона, где-то в район Саргасового моря. То есть Кейси настойчиво говорит о реинкарнациях, о перевоплощениях, собственно, душ, которые жили в Атлантиде, в нашем мире. При этом я подчеркиваю, что Кейси глубоко религиозный человек. Вы должны на это делать скидку очень серьезную. Это христианин. Кейси сказал, что Атлантиду обнаружат в 1968 году в районе острова Бимини, входящего в состав Багамского архипелага. После предсказания туда отправилась группа исследователей аномальных явлений. Как говорится, на проверку. Пытлевым ученым удалось обнаружить на дне океана дорогу, выложенную из массивных тесаных плит весом 80 тонн каждая и длиной более полукилометра. Кто знает, может это и есть доказательство существования некогда легендарного континента. Но самое удивительное откровение Кейси про Атлантиду заключалось в том, что многие бывшие атланты находятся среди нас. Это так называемый результат переселения душ обитателей древней цивилизации в тела современных людей. На одном из сеансов в 1943 году Кейси поведал одной своей пациентке, желавшей узнать про свою прошлую жизнь следующее. Самое первое воплощение твоей души имело место в Атлантиде. Ты, которая сейчас женщина, была тогда мужчиной, жрецом в одном из храмов столицы древней цивилизации. Он видел Атлантиду тогда, когда она еще была великой морской державой. Он считал, что эта земля, эта держава является как бы прародиной всех цивилизаций Земли. Что до нее были другие державы. И что от нее остался огромный энергетический сгусток в виде кристалла, который находится на дне между Азорскими островами и Саргасовым морем. Что те сходства в цивилизациях, которые существуют между Старым и Новым светом, они все обязаны Атлантиде, которая имела свои колонии практически на всех материках, вплоть до Антарктиды и Австралии. Одно из самых последних пророчеств Эдгара Кейси было посвящено России. Незадолго до смерти, а точнее в 1945 году, великий ясновидец предсказал окончание периода коммунистического правления и распад Советского Союза. Не успеет окончиться 20 век, как наступит крах коммунизма. Писал свои пророческие строки в дневнике Кейси. Коммунисты потеряют там свою власть. Он также говорил, что освободившуюся от тоталитарного режима Россию ждет кризис, из которого она благополучно выйдет. Вот таким образом все его пророчества и вообще жизнь Кейси в нашей стране была засекречена до 90-х годов. Мы не знали, кто такой Эдгар Кейси. Мы плохо знали и Мессинга тогда, но Мессинг жил у нас. Мы не могли его не знать. Ванга была в социалистическом лагере, тоже мы не могли ее не знать. И она лечила и пророчествовала нашим высшим каким-то чинам и деятелям культуры и искусства. Кейси жил в Америке и был далек от нас. И советским корреспондентам, как вот мне известно, было просто запрещено о нем рассказывать. Здесь надо отметить очень важный момент. Кейси не раз возвращался к своим пророчествам о глобальных катаклизмах. При этом специально выделял Россию как страну, которая пострадает меньше остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию. А центром этой цивилизации станет Западная Сибирь. В религиозном развитии России великая надежда для мира, писал ясновидец. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире. То есть фактически он предсказывает новое возрождение России и связывает почему-то, локализует это возрождение с Сибирью, например, в частности. Опять-таки, я бы не стал так безоглядно превозносить Кейси, и он сам себя, собственно, не превозносил, потому что он трезво действительно относился к своим способностям как таковым. Вот вспомните, например, на конец 90-х годов Кейси прогнозировал глобальную катастрофу, связанную с изменением угла, собственно, наклона земной оси. Этого не случилось. То есть у Кейси были промахи, и он прекрасно знал об этом. Он знал об этом, начиная с того периода, когда он попытался какие-то бизнес-прогнозы делать. В своих предсказаниях спящий пророк неоднократно упоминал о конце света и пришествии Мессии перед грядущим апокалипсисом. Кейси говорил, что у неверующих еще имеется крохотный шанс на спасение, который они должны будут использовать. «День Господень близко», – говорил ясновидящий. «Не думайте, что бед не будет. После разрушения грозящих миру в конце тысячелетия, целью человечества станет строительство нового Иерусалима. Для тех, кто выйдет в новую жизнь, наступит новое понимание и возрождение. Тогда откроется новый Иерусалим не только как место в пространстве, но и как состояние души». Случится апокалипсис или нет, нам неведомо. Здесь можно верить великому ясновидцу, а можно и подвергать его пророчеству высокой доле сомнения. Но при этом необходимо заметить, что большинство предсказаний Кейси о грядущих катаклизмах сбылись. Кстати, удивительно, но в некоторых предсказаниях совпали не только места и даты катастроф, но также их сила и трагические последствия. Например, в мае 1960 года в Чили произошло крупнейшее землетрясение силой почти 10 баллов. В период с 1965 по 1971 год была зафиксирована серия землетрясений в Исландии. В мае 1988 года одно из самых крупных землетрясений в Антарктиде силой более 8 баллов. В августе 1999 года землетрясение в Турции, в результате которого погибло более 20 тысяч человек. Затем серия природных катастроф Юго-Восточной, Азии и Японии. Все эти катаклизмы были предсказаны Эдгаром Кейси. Есть еще очень удивительное пророчество, которое осталось зафиксированным специалистами просто в письменном виде. Кейси по поводу России. Это то, что к 3000 году Китай и Россия совместно колонизируют Марс и Луну. Там будут построены поселения, часть человечества переберется на эти, то есть на спутник Земли и на эту планету, и участвовать в этом будут только две державы, Китай и Россия. В последние часы жизни великий ясновидец записал еще несколько пророчеств. Вот одно из них. Люди будут жить 800 и более лет. Кто пожелает вечно, при условии, что войдет в коалицию странников во времени. Эмблему коалиции Кейси нарисовал белой гуашью на черном картоне. Это полупрозрачный шар, в котором двое. Мужчина и женщина. Исследователи предположили, что на рисунке Кейси попытался изобразить машину времени. Уж не на такой ли машине путешествовал сам пророк? Не продолжается ли его путешествие и поныне? В Америке поговаривают, и эти данные подтверждаются специальными службами, что могила Эдгара Кейси пуста, потому что, умирая, он вдруг исчез, став бесплотной серебристой дымкой. И еще. Кейси, став знаменитым, не испытывал недостатка в количестве преемников и последователей. Одна из них – 76-летняя англичанка Мэри Тоттенвуд, которая не так давно сообщила журналистам о том, будто получила потустороннее сообщение от своего учителя. Мэри сказала, что знаменитый ясновидящий даже с того света решил позаботиться о человечестве и передал своей ученице целый ряд предсказаний, согласно которым Землю ожидают новые катастрофы. Это прежде всего мощнейшее землетрясение в США, которое буквально разделит страну на две части. Извержение вулкана в Мексике, которое на две недели повергнет в темноту все население государства. Нам остается только ждать результата этих пророчеств. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»